так а звук есть напишите пожалуйста что-нибудь про звук хорошо отлично ну что ж добрый вечер хотя в общем какой уж он добрый когда шизофрения как и было сказано когда в приемную знаменитой психиатрической клиники недавно отстроенной под москвой на берегу реки вошел человек с острой бородкой облаченный белый белый халат была половина второго ночи трое санитаров не спускали глаз иван николаевича сидящего на диване тут же находился и крайне взволнованный поэт рюхин полотенца которыми был связан иван николаевич лежали грудой на том же диване руки и ноги иван николаевича были свободны я думаю что дело не в шизофрении тем более что мы они еще будем возможность поговорить мы еще главная проблема в вопросе почему булгаков ну зачем отправляет своего героя в психбольницу впрочем как делают ильфа петров и на самом деле очень многие авторы вокруг и следом в те годы что же такое происходит очень хочется как бы сбиться в некоторые профессиональные рассуждения ну вне всякого сомнения булгаков писал не для врачей и не для профессия и не для профессионального обсуждения того чего происходит хотя могу сказать я думаю что коллеги бывшие коллеги которые нас слушают это подтвердят все написано очень профессионально или очень грамотно как бы очень похоже на то что часто происходит происходило и будет происходить приемном покое психбольниц по всему миру но снова он же пишет не для врача а для читателя что хочет булгаков чтобы мы поняли и почувствовали читая эту главу почему в конце концов именно в психбольнице произойдет явление героя чуть позже по тексту романа между прочим здесь есть еще один вопрос который в комментариях задавали на ютубе и звучит он примерно так звучит неожиданно и совсем в другую сторону а а ну вот машинистки актрисы недоучившиеся юристы образовывали образовывали всякие разные масонские группы ну так и остается непонятным зачем нужно масонство и что такое масонство современное ну по крайней мере для нашей для нашей между прочим ну я надеюсь я вспомню дальше по тексту немножко в этой главе тоже находят масонские ассоциации по крайней мере одну и более того скорее всего она там есть но опять в виде картинки только скользящего намека что мы обсуждали прошлый раз что произошло с давайте говорить так мыслью человеческой мы с вами говорили о том что новую власть большевиков не интересовали никакими никакие масоны они и сами были куда более мощной хотите тайной хотите явной организацией которая с огромным презрением относилась ко всем этим жалким ставшим буфанатными течением и учением и несмотря на их попытки сотрудничества тщательно их уничтожало что делала эта власть если смотреть на это с психологической точки зрения если хотите с точки зрения булгакова я вряд ли на это могу претендовать но тем не менее когда долго говоришь о книге где-то рядом с тобой начинает мелькать видение что-то вроде тени автора который тебя то поддерживает то отрицает и поэтому хочешь не хочешь но все равно идентифицируешься и как бы отчасти все равно говоришь от его имени что сделала эта власть сейчас не секрет и конечно не я автор этих идей в первую очередь она лишь лишила нас языка я не стану говорить что с точки зрения мартина хайдеггера язык есть форма бытия человеческой мысли и не только с точки зрения мартина хайдеггера что значит лишить языка по большей части для меня лишение языка означает что человек лишается воображения если говорить точнее партия партия претендует на его воображение и пытается направить это самое воображение в одну строго определенную сторону в сторону так называемого реализма и так называемого пролетарского мышления производят эту операцию те кого я назвал в прошлой программе новыми масонами советские писатели мастера социалистического реализма какова главная задача этой прозы и поэзии какова задача всех тех объединений которые заменил словом массолит из которого собственно только что привезли связанного бездомного это задача лишить человека воображения именно лишить потому что удивительная вещь правда чисто масонская тайная задача лишить воображения почему да потому что воображение народа должно было стать воображением партии а партия и в двадцатые и в тридцатые годы и как вы знаете позже в общем не знала куда направлять это воображение и поэтому фантастов и только фантастических реалистов как потом назовут Булгакова вообще фантастов и сатириков очень не любила и даже Иван Ефремов единственный человек который на самом деле написал потрясающие картины светлого социалистического будущего вот если вы вдумаетесь вы поймете что до Ефремова вот этот самый коммунизм светлое будущее оно представлялось только в виде метафор никаких образов никакой литературы посвященный тому что же будет когда человечество достигнет коммунизма не было абсолютно мечтать можно было только о следующем шаге о следующем пятилетнем плане который предлагает партия а как бы все остальные мечты были под запретом под запретом я вам напомню просто там про борьбу с педологией про всякие разные поиски формализма в литературе в общем про бесчисленное количество запретов которые оплодилось ровно в те годы когда писался роман и когда НЭП переходил в стадию террора мы не могли себе ничего представить про это самое светлое будущее мы могли только следовать за партией и за ее выдающимися поэтами и писателями а любое воображение в лучшем случае объявлялось утопическим да хотя из именно из утопической из писателей утопистов из утопической мечты в строгом смысле этого слова возник сам социализм сама мечта как таковая была под запретом кем были те самые арестованные посаженные расстрелянные масоны конца двадцатых начало тридцатых годов да и современные масоны тоже людьми которые хотели сохранить свое мистическое воображение масонская ложа это род театра да мы же говорили бухонат ну вот вдумайтесь куда переместились наши мечты наша возможность воображения наша возможность мечтать вообще в советские годы но если вы задумаетесь то поймете что главным образом в театр который отчасти лишь в метафоре в далекой метафоре конечно был чем-то вроде остатка древней мистерии тайного представления посвятительского представления масонов что такое современное масонство ну в общем театр воображения в ложе человек может прикоснуться к тем самым внутренним картинкам к тайнам своей души к архетипам если вы смотрели предыдущие наши передачи героическому архетипу в том числе к архетипу посвящения изменения жизни и более того настоящая масонская ложа это место в котором неофиту постепенно объясняет как эту тайну тайну своего сердца тайну сердца христа тайну евангелия иоанна потому что масоны на самом деле большинство лож иоанниты они считают главной своей книгой евангелия от иоанна самая поэтичная из четырех евангелий воображение воображение видение без которых еще совсем недавно невозможно было представить человеческую жизнь оказалось под запретом воображать воображать могли только избранные люди члены союзов члены того самого массолита а воображение всех остальных могло реализовать себя ну разве что в условиях психбольниц на самом деле без видений культуры не бывает вот это картинка иллюстрирующая знаменитые видения шопена если бы шопена полечили не в той подмосковной больнице профессора преображенского в основном воображаемый хотя безумно похожий по описанию на психиатрическую больницу номер 3 на больницу которую вы возможно знаете под названием матросская тишина бывшую больницу преображенской тюрьмы а если бы его полечили сегодня то музыки гениальные музыки шопена без которой невозможно представить себе душу человеческую культуру конечно не было бы но федор гирюмик бесконечно уважаемый мной отечественный философ сегодня как мне кажется последний философ земли русской во всяком случае я очень люблю читать его тексты и я очень его уважаю пишет странные вещи это текст этих лет прошлого года он пишет о философах постмодернистах и кстати отчасти наверное булгаков как писатель попал бы в их число ну вот слушайтесь очень короткая цитата они научили нас вновь различать мыслящее и разумное обратите внимание разумное в том мире в котором был создан массолит пустые слова слова без воображения без сердца сказали бы мы без внутренней картинки которую подразумевает искренность так вот разумное не значит мыслящее внимание я думаю что вы сможете почувствовать про что Федор Гиренок зато пишет он постмодернизм дал нам редкий шанс быть самими собой самоопределиться теперь очевидно что античный проект философии и современные радикально отличаются тем что в античности стремились к разумному сегодня же мы обеспокоены сохранением своей мыслящей природы сегодня мы знаем что быть разумным не значит мыслить а мыслить вовсе не значит быть разумным кто хочет мыслить тот должен перестать играть в классику рассуждая о сущностях законах субстанциях и прочим не основания а пределы возможного интересуют нас сегодня то что есть на пределе перестает быть тем что оно есть в пространстве предела мышление носит не понятийный характер а парадоксальный здесь нельзя сохранить ясный взгляд субъекта здесь нет ни истины ни лжи здесь царство чистого безумия здесь ты как сплавщик леса прыгаешь с бревна на бревно а не подчиняешься отприорным предписанием разума конец цитаты масонство и то что происходит в масонских ложах очень похоже на то что происходит в психбольнице и то и другое царство безумия царство воображения если хотите так притягательное безумие для 20 века в целом для всей его культуры для кино для для литературы даже для музыки именно потому что это царство некоего предела предела за которым человек в общем способен понять себя вот Андрей Керапетян не рисовал иллюстрации к этому эпизоду шестой главе насколько я знаю но вот его иллюстрация к другой книге она называется носители культуры что если не брать психиатрических диагнозов происходит в шестой главе то два человека никак не профессор преображенский а бездомный и рюхин два поэта тесно смешанные перемешанные имеющие видимо два главных прообраза это владимир маяковский и александр безыминский правда фамилия безыминский очень близка к фамилии бездомный а что такое психиатрическая больница это пространство без дома и без имен и центральным событием шестой главы как мне кажется является не госпитализация а поведение человека у которого воображение а значит и способность говорить значит и сфера языка ограничено вот этим самым языком официальных советских бумаг передовых статей и не не ясными опорными точками под названием социалистический реализм по Горькому и Луначарскому что происходит с человеком который попал в предельную ситуацию мы с вами еще обсудим что такое предельная ситуация и он лишен языка и способности выражаться между прочим безумно знакомая до боли сегодняшняя современная современная потерял где у меня заложена глава я не буду там говорить про сбор анамнеза про сильно пил бездомный или нет я хочу сказать про некоторый момент когда бездомный говорит рюхину помните нашелся наконец хоть один нормальный среди идиотов из которых первый балбес и бездарность сашка кто этот сашка бездарность осведомился врач а вот он рюхин ответил иван и ткнул грязным пальцем в направлении рюхина тот вспыхнул от негодования это он не вместо спасибо подумал он горько за то что я принял в нем участие вот уж действительно дрянь типичный кулачок по своей психологии заговорил иван николаевич которому очевидно приспичило обличать рюхина и при том кулачок тщательно маскирующийся под пролетарием посмотрите на его постную физиономию и сличитесь теми звучными стихами которые он сочинял к первому числу хе-хе-хе взвейтесь да развейтесь а теперь вы загляните к нему внутрь что он там думает вы ахнете иван николаевич зловеще рассмеялся рюхин тяжело дышал был красен и думал только об одном что он отогрел у себя на груди змею что он принял участие в том кто оказался на поверку злобным врагом и главное и поделать ничего нельзя не не ругаться но все же душевно больным смотрите во первых сам этот момент вот момент который кстати говоря очень хорошо знаком и врачам психиатрам и психотерапевтам тоже и мне когда тебя тыщут тыщут пальцем говорят ты говоришь не то ты лечил меня не так этот момент он универсальный невероятно важный и как бы практически единственное что находящийся в дезориентированном в реальности состоянии состоянии дереализацию способен произнести поэт поэт Иван Бездомный то что у него искренне на душе то что осталось от его художественного литературного языка вот это типичный кулачок по своей психологии и при этом тщательно маскирующийся под пролетарием что значило тогда сказать эти слова ну да как пишут у нас в дискуссии это значило сказать хорошо известные и еще более простые слова которые в законченном виде произнес еще один писатель и цитата в названии передачи взятая сценки Даниила Хармса четыре иллюстрации того как новая идея потрясающее слово огорашивает так представляешь себе как человек в ответ рассыпается в горох я писатель а по моему ты говно говорит читатель из зала писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей и падает замертво его выносят вообще есть между ними между Илью Ильфом между Михаилом Булгаковым Даниилом Хармсом какая-то внутренняя связь они чувствовали похожим чувствовали похожими картинками а мы разучились эти ситуации очень хорошо знакомы каждому человеку причем более того архетипически древние это звучит очень страшно потому что фактически это тот самый текст который сообщали юродивые ну вот мне почему-то понравилась вот эта средневековая картинка что они сообщали эти безумцы разодранных как как рюхина нижних рубашках ну что ты говно вместе со своими заботами тревогами земными что ты забыл о Боге не думаешь о нем они что-то подсказывали но тоже были лишены языка и поэтому поэтому именно в этом их страшное послание и когда что-то такое врачу или просто случайному посетителю родственнику пациенту например говорит кто-то из больных это имеет какую-то особую звучность Иван сейчас в состоянии юродивого только язык у него другой язык советского зомби язык кондовый и пасконный только не русский а вот этот социалистический новояз и он он не может из себя ничего выдавить кроме вот этих стандартных типичный кулачок по своей психологии я думаю что вы знаете так что так называли крестьян середняков подлежавших уничтожению и раскулачиванию не хочется туда выезжать и конечно же маскирующийся под пролетария нет ну правда они что-то меня сейчас я попробую исправить изображение нет ну правда что-то они чем-то даже были похожи наверное они смотрели и видели какие-то похожие картинки вот это хармс а вот булгаков вот хармс вот булгак ну ну конечно анфасы помоложе они были похожи они становятся похоже менее но все равно все равно вот хармс а вот булгаков на одну секунду сделаю перерыв попробую побороться с резкостью Это я про то же Что у Бога много голов Но самое интересное Правда В этой линии главы Это то что Произойдет дальше с Рюхиным Потому что он уезжая Думает непрерывно об этих словах Он главный герой Главы на мой взгляд А вовсе не Юродствующий бездомный Настроение духа уедущего Это он уезжая на грузовике Переживает Становилось ясным Что посещение дома скорби Оставило в нем тяжелейший след Рюхин старался понять Что его терзает Коридор с синими лампами Прилипший к памяти Мысль о том Что худшего несчастья Чем лишения разума Нет на свете Да конечно И это Но ведь это так Общая мысль А вот есть что-то еще Что же это Обида Обида Вот что Да-да Обидные слова Брошенные бездомным Прямо в лицо И горе не в том Что они обидные А в том Что в них заключается правда Поэт не глядел уже по сторонам А уставившись в грязный Трясущийся пол Стал бормотать Что-то ныть Голодая самого себя Да стихи Ему 32 года А в самом деле Что же дальше И дальше он будет Сочинять по нескольку Стихотворений в год До старости Да До старости Что же принесут ему Эти стихотворения Славу Какой вздор Не обманывай Так хоть сам себя Никогда Слава не придет К тому Кто сочиняет Дурные стихи Отчего они дурные Правду Правду сказал Безжалостно обращался К самому себе Рюхин Не верю я Ни во что Из того Что пишу Как вам это? Бездомный Вышибает Рюхина Из Вот этой Зомбированности Правильными Абсолютно Правильными Я не знаю Надо читать Безыминского Или нет Я лично Не хочу Ну Будет повод Может быть Еще и почитаю Или сами Сами почитаете Как бы Он вдруг Дело не в оскорблении И не в обиде Он Он вдруг Напоминает Сдирает С него Корку Искусственности Вот этот слой Вот этот слой На самом На самом деле Все эти стихи Лажа Обман В нем Нет Никакого Моего Воображения Объявляя А по моему Ты говно Бездомный Проводит Что-то Типа Масонского Посвящения Отчасти О котором Мы говорили Прошлый раз И Ну это так Мне просто Собачка Очень Понравилась Ну и Да Ну как бы И ничего Кроме этого Так Пророчески Угаданного Хармсом А по моему Ты говно Из посвящения В какую-то Подлинную Духовность Ничего Не осталось Не пробьешь Когда-то Безумцев В те же Средние века Как вы знаете Сажали на корабль Дураков И отправляли В плавание В море Где они Вместе С этим Кораблем И погибали Теперь Кораблем Дураков Стала Психбольница Ну это Ну это так Одно Из современных Изображений Классического Корабля Дураков Ну вот о чем Булгаков Преображенского И у Ильфа И у Ильфа И Петрова И у Булгакова Это Что-то вроде Островка разума Ну если хотите Или масонской ложи Где спокойно Может по-прежнему Работать Древнее Архаическое Мистическое Религиозное Воображение Человек Вот что Смысл Смысл вовсе Не в том Что Булгаков Там Обвиняет Я не знаю Профессора Преображенского Масонства Или кого-то Еще Да нет Масонская ложа Это место Где Человек По-прежнему Может мыслить Древними картинками Может мыслить Мистически И Как бы Театр И Психбольница Тогда Та Идеальная Психбольница Нереальная Это место Где мастер И бездомные Смогут мыслить И разговаривать О том Что их правда Волнует Об их Истинном Существе А не о том Что требует Обезумевшая Реальность Окружающего Их Социализма Этот корабль Дураков Как целый мир Что на это Намекает В первую очередь Синий коридор Который Навязчиво Мереща Цирюхину И который И в который Утаскивают Бездомного Когда-то Синий цвет Ложи И синий Свет На стенах В определенных Так сказать Масонских Направлениях Был цветом Низшего Первичного Уровня Посвящения Булгаков Слов Это Напомню Хоть какие-нибудь Слова Из Корабля Дураков Себастьяна Бранта Кстати Говоря Тут есть Еще одна Ну я просто Это Традиционно Всем известно Для этого Надо читать Какие-то Булгаковские Исследования Булгакова Но Я проскочил Вот эти Вот слова Взвейтесь Да Развейтесь Маяковский В поэме Юбилейное Называл Безыминского Напрямую Сашку Безыминского Цитирую Ничто Суррогат Морковный Кофе Ну Что кстати Ни к чему Не привело Потому что Для инициации Требовался Вот этот Момент Обозначенного Безумия Ну А Маяковский Маяковский Конечно Ушел Для меня Вовсе не Изолили Брик Ушел Потому что Понял Даже Что его Талантливый Новояз Те его Попытки Изменений Его Воображение Очень Быстро Стало Ненужным Нельзя Было Выходить За пределы Вот этого Типичный Кулачок Подлец Бездарность Бездарность Пролетарское Происхождение Нельзя Его Воображение Буйное Воображение Потрясающее Прекрасное Воображение Тоже Стало Ненужным Я снова Отвлекся Хотел Это я Сказать Что Те Звучные Стихи Которые Рюхин Сочинил К первому Числу То есть К первому На самом деле Сюда Вплетаются Вот это Взвейтесь Да Развейтесь Конечно Это Сейчас Пою Это В памяти Сидит Все равно Эти слова Наверное Из гимна Пионеров Взвейтесь Кострами Синие Ночи Да Это была Очень странная История Потому что По требованию Надежды Крупской Жены Ленина Поэт Александр Жаров Не смог Написать Песню В течение Дух Недель И тогда Дмитрий Фурманов Посоветовал Ему Оттолкнуться От чего-то Существующего Тогда Он пошел В Большой Театр И там Слушал Оперу Фауст Шарля Гуно Имеющую Непосредственное Отношение К нашему Тексту К мастеру И Маргарите И Хор Марш Солдат Из оперы Фауст Гуно Стал Основой Для этой Песни Марш Гуно Адаптировал Пианист Сергей Дежкин И Гимн пионеров Появился На свет Эта История Одна из Первых Историй Украденных Украденной В Советском Союзе Популярной Музыки Но Конечно Мистически Настроенного Булгакова Появление Гимна Пионеров Изнутри Оперы Фауст Наверное Не могло Не потрясать Поэтому Вот такая Штука Тоже Существует Что Чувствует Человек Когда Ему Говорят Вот это Самое А по-моему Ты Говно Все Ведь это Знают Но Ведь Это Действительно Некоторый Момент Посвящения Мне Правда Приходилось Слышать Это Очень Много Раз В том Числе На Автоответчике Радио России Наверное Там Чаще Всего Ну И Здесь В Комментариях Под Ютуб Тебя Берет Некоторая Оторопь Ты Теряешься Ты Точно Так же Если Хотите Бездомный Вводит Врюхина В состояние Дереализации Как ни Странно Это Оказывается Все Это Оказывается В общем Необходимо Для Мыслящего Человека Вот Это Поскольку Снимает Ту Самую Гордыню Мысли Ты Перестаешь Думать О Популярности Например И Начинаешь Изнутри Либо Искать Каких-то Оправданий Самому Себе Доказывать Себе Что Ты Не Говно Что Тоже Бывает Очень Важно Иногда Потому Что Те Аргументы Которые В Этой Растерянности В Этом Шоке Поднимаются Со Дна Души Оказываются Очень Важны Чаще Ведь Ты Говно Говорит Не Читатель Не Ваня Рублев Не Физик Чаще Всего И Говорит Любимый Человек Впрочем Зритель Читатель Для Писателя И Художника Все Равно Заведомо Любимые Важные Люди Когда Мир Рассыпается То Что Поднимается У Тебя Изнутри Становится Очень Важным И Характеризует Тебя Как Человека Вот Ты Надеялся Что Человек Тебя Любит Будет Твоей Маргаритой А по-моему Ты Говно Говорит Она Что Ты Чувствуешь В этот Маню Ты Должен Снова Найти Себя Потому Что То Говно В котором Каждая Она Каждый Раз Обвиняет Мужчину Или Наоборот В нас Есть Это Правда Утрированная Но Правда И Ты Должен Найти В себе Какую-то Другую Правду Про себя В этом Есть Суть Шока Посвящения Вот Это А по-моему Ты Говно Превращает Человека В того Самого Масона В разодранной Рубашке Без Имени Без Дома Который Должен Что-то Про себя Понять Лишившись Этих Оболочек Я Поэт Я Писатель Я Художник На самом деле Рюхин Реагирует На это Посвящение Ужасно Он Безнадежен Кем Безнадежен Только вот Художник Андрей Набоков Нарисовал Эту сцену В своих Иллюстрациях К мастеру Маргарите Почему Безнадежен Ну На мой Взгляд Ровно Потому Что Он Может Найти В себе В ответ На это Странное Посвящение Обнаружить Только Зависть Вот Пример Настоящей Удачливости Тут Рюхин Встал Во весь Рост На платформе Грозовика И руку Поднял Нападая Зачем-то На никого Не трогающего Чугунного Человека Какой бы шаг Он ни сделал В жизни Что бы с ним Не случилось Все шло Ему на пользу Все обращалось К его славе Но что он Сделал Я не понимаю Что-нибудь Особенное Разве есть В этих словах Буря мглою Не понимаю Повезло Повезло Вдруг Ядовито Заключил Рюхин И почувствовал Чтобы грузовик Под ним Шевельнулся Стрелял Стрелял В него Этот Белогвардец И раздробил Бедро И обеспечил Бессмертие Ничего подлинного Не может Обнаружить Сибирюхин Все высохло Он обнаруживает Только Зависть К Пушкину А Стать Пушкину Почувствовать Что-то истинное Что было У чугунного Человека У этого Главного Московского Памятника Он не в состоянии Как мы Как многие Из нас В конце концов Все зависит От того Что ты Обнаружишь В себе В ответ На эти слова А по-моему Ты говно Сталось Насли в тебе Некая Благодарность К предметому На груди Человеку Который Вдруг С ненавистью Тебе Это сказал Осталось тебе Человеческое Вот Эта самая Картинка Которую Ты способен Себе Удержать Независимо От этого А по-моему Ты говно Если ты Этого Не замечаешь Совсем Значит Тебе нет Человеческого Ты мертв Как Рюхин Как носитель Культуры Понимаете В чем проблема Проблема в том Что если в ответ Слова По-моему Ты говно Писатель Правда Падает Замертво Он не писатель В нем Нет Этого Ощущения Собственной Посвященности И художник Не художник И композитор Не композитор И физик Не химик Настоящим Является То Что Выживает И вторая тема Выживания Тоже Между прочим Очень страшная Тема Этой главы Мне очень нравится Правда Прекрасный спектакль Поставила Студия театрального Искусства Под руководством Сергея Жановача Вот Бездомного Вытаскивают В тот самый Коридор С синим Светом И при некотором Приближении Это особенно Унизительно Смотрите Как Интересно У Булгакова Конечно Этого нет Но Художники Обязательно Находят В этом Женское Бездомный Уходя В синий Коридор Современной Масонской Ложи Чтобы дальше Проходить Своё Посвящение Там же Он встретит Мастера Правда Мастера Об этом Мы будем Говорить Когда дойдём До соответствующей Главы Остался Только один Вопрос Почему Психбольница Я так на него И не ответил Между прочим Это такое Особое место Которое вызывает У человека Особенно Впервые Попадающего Туда И вызывает У Ивана Бездомного Некое чувство Совершенно Особенное О котором Полезно бы Вспомнить Коллегам Чуть дальше Булгаков Скажет Так Самое страшное В человеческой Жизни Подлинный Психоз То что Происходило В те годы Слава Богу Не дожившего До ареста Булгакова Это Страшное Чувство Которое Испытывает Человек Многие люди Впервые Попадающие Всех больницу И не только Сюда Следственные Изоляторы Тоже Это чувство Полного Бессилия Они Эти люди Могут Сделать Со мной Все Что Угодно Они Всесильны А я Ничтожная Тварь Несоображающая Как жить Стокгольмский Синдром Может Развиваться В целой Стране Потому Что Тиран Это Человек Который Может Сделать С тобой Все Что Угодно И Психбольницы С ее Уколами Это Место Которое Может Сделать С тобой Все Что Угодно Мы Не очень Ценим Индивидуальность Поэтому Не задумываемся Об этом Все Что Угодно Об этом Тотальном Бессилии Которое Переживает Человек Подобной Ситуация А вот Иностранные Иллюстраторы Мастера И Маргариты Чувствуют Это Очень Хорошо Это Вот Энри Крепасат Это Гнев Бессилия Они Могут Сделать Со мной Все Что Угодно Это Беседа Профессора С Бездомным Ну а дальше Дальше Да От этого Бессилия И ужаса Перед ним Иван Пытается Выпрыгнуть В окно И это Только усиливает Небьющиеся Стекла Которых Кстати Тогда Не было Это Мечта Такая И не Бьющиеся Стекла Вот это Ощущение Тотального Бессилия Они Могут Сделать Со мной Все Что Угодно Как На Гравюре Александра Федорова Только Усиливается Ну а Дальше Следует Успокоительный Укол Тогда Их Было Очень Очень Мало И вот Тут Да И вот Тут Появляются Загадочные Красавицы Медсестр Которые По своему Говорят А по моему Ты говно Становясь Свидетелями Самого страшного Для мужчины Его полного Бессилия Его неспособности Что-то изменить Что-то сделать Чтобы выбраться Из унизительной Ситуации Так Чувствуют Художники Там Обязательно Есть Дама Псих Больница Сейчас в ощущениях Ивана Это культура Которая С чем-то Искренним С теми Видениями Которые Появились В тебе С твоей Душой Может сделать Все Что угодно Которые 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 Выяснится Что это Не так Пока Не так Потом Спустя Пару Десятилетий Это будет Именно так Твою Ивана 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 На которое Обращают Внимание Художники Это тоже Предчувствие Того Что будет Спустя Совсем Немного Времени И ты В этот момент Чувствуешь Себя Говном Больше Чем Какой Либо Другой И поэтому Да Там Обязательно Присутствует Женщина Как Свидетель Твоего Предельного Унижения Это Иллюстрации Хармса Замечательные Между прочим Гениальные Просто Иллюстрации Юлии Горбань К стихам Хармса Офорты И Наверное Эти строки Вам знакомы Мне было Так лежать Нескладно Был Глуп И Слаб Я был Слаб И Глуп Холодный Ветер В щели Дул И попадал Мне В зуб Ну и Один из Примеров Нашего Новояза По Хармсу Который Захлёстывает Нас Снова И Снова Я С ужасом Открываю Новостную Ленту Крайне редко Ну всё-таки Газету А уж Я не говорю Современных Глянцевых Журналов С ужасом Читаю Узнаю Тексты Слова Обороты Семидесятых Восьмидесятых Годов Этот Пустой Новояз Тут это Это не есть То Это было То Это ещё Красиво Хорошо И в этом Во всём Единственным Способом Инициации И размышления О себе Всё равно Являются Вот это По-моему Ты Говно Никакого Другого Способа Инициации Понимания Обращения К себе Не существует Вот что Страшно Ну даже Разговаривая Об этом Как я Надеюсь Мы С вами Что-то Такое Какой-то Язык Способный Всё это Выразить И как-то Оценить Вместе Ищем Найдутся ли Силы В такой Ситуации Остаться Избранным Должны Найтись Наверное Этого Поиска Я вам Желаю И очень Хочется Чтоб Появилось Что-то Другое То Что На самом Деле Делал Михаил Булгаков Он Возвращал Нам Картинки Возвращал Подлинное Воображение Ну хотя Бы В этом Поиске Какого-то Другого Ну Другого Способа Посвящения Так Владимир Яновский Изобразил Видение Ивана Которое Он пытается Сообщить Но Для Сообщения Которых Не находят Языка Он Его Потерял Вместе С Воображением Ну вот А дальше Наверное Я начну Ходить По кругу Спасибо вам Большое За внимание И терпение Есть Странная Тема Для Следующего Разговора Что самое Страшное В будущем Вот Один Мой Корреспондент Назвал Это Это Процессы Которые У нас Идут В том числе Связанные С Изображением С Изчезновением Воображения И языка Роботизацией И я Подумал Что это Очень Правильно Поэтому Давайте Назовем Программу В ближайший Вторник Анти Робот Может Я Предложу Какой-нибудь Проект А может быть Мы поговорим О том Что я И этот Мой Корреспондент Имеем ввиду Под роботизацией И Как всегда Как с ней Бороться Спасибо вам Большущее Со всеми Прошли И с Наступающим Последним Старым Довым Годом Есть в нем Что-то Абсолютно Мистическое Да Какой-то повод Сказать себе По-моему Ты Говно Давайте Жить Дальше Антиробот Это программа Которая Будет После Праздников Спокойной Ночи Дальше Дальше